Друзья, сегодня я хочу рассказать о покраске ваты морилками. Мне морилками очень нравится красить. Цвет какой-то такой интересный получается, естественный. Значит, первое. Это вот покрашено дуб. Морилка дуб неразбавленная. Вот как есть, так вот она и покрашенная. Вот такой красивый получается цвет. Если разбавить, будет более нежный, более светлый. Это покрашено цвет клен. Вот это цвет клен. Это цвет слива. Вот слева морилочка. Он, правда, цвет немножко неравномерно окрасился. Вернее, он окрасился нормально, но при высыхании появился такой неравномерный цвет. Но это ничего страшного. Все равно мы отрываем. Какой нам нужен цвет потемнее, возьмем потемнее. Посветлее возьмем. Возьмем посветлее оторвем. Все это пойдет в дело. Это красила неразбавленной. Если покрасить разбавленной, будет более светлый такой цвет. Так, это палисандр. Палисандр. Капнула я немножко красного дерева. Я вообще люблю мешать морилочке разные, смешивать цвета. Это получается такой интересный цвет, играющий. Вот, и разбавила водичкой, потому что сам палисандр очень насыщенный цвет палисандра. Вот он получился вот такой тоже. Красивый, нежный. Можно даже для волосиков использовать, делать косы, плести. Так, потом это. Так, вот это у меня цвет. Лимон. Лимон неразбавленный. Он дает вот такой цвет более как зелень с зеленым оттенком, если не разбавить его водой. А вот такой цвет, если разбавить водичкой, такой нежный получается, тоже можно делать блондиночкам волосики. Какой красивый получается цвет. Так, здесь я добавила, по-моему, я не ошибаюсь, по-моему, в клён капнула лимона. Вот он получился такой вот. Клён такой, а лимон вот такой. Получается между ними вот такой цвет. Вот, пробуйте. На маленьких кусочках можете пробовать, какой вам цвет надо. Этот цвет получился. Я в лимон добавила красного дерева. Видите, такой персик красивый получился. Так, вот это ибеновое дерево. Он сам насыщенный, такой получается цвет, если не разбавлять. Здесь я разбавила. Мне нужно было сделать такой цвет волос, как седой. Вот для бабы я им не нужно на волосики. Так, я вот покрасила вот такой цвет. По-моему, для волос, для бабки-ёжки, для старичка, для старушек каких-нибудь, если делать, будет красивый цвет волос. Так, также я сделала салфеточки обычные, влажные. Высушила. И вот, когда красите, остается немножечко там на дне раствора. И вот можно по пару салфеточек еще окрасить. Потом где-то пригодятся. Можно и другие салфеточки окрашивать побольше размером. Ну и мне просто не хотелось просто так их накрашивать, лишь бы накрасить. Поэтому я как бы решила вот так немножко, по пару салфеточек из упаковки распаковать и покрасить. Итак, мне нужен будет красный цвет. Сболтаю над луку. Наливаю немного, лучше потом подолью. И экономно отношусь к этому. Так, вату я брала обычную с рулона. Оторвала кусочек. И сворачиваю его вот таким образом, чтобы потом легче было развернуть ее. И пускаю. Если будет мало, буду подливаться. Так. Поворачиваю ее вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы она пропиталась хорошенько. Надо, чтобы при надавливании выделялась жидкость, значит, хватает там. Подливать больше не надо. Сейчас отожму ее. Подливаем его. Так. Продолжение следует... Сейчас разверну и положу на газетку в горизонтальном положении. Она хорошо разворачивается, когда так свернули правильно. Положу вот таким образом ее сушить. Так, и покрашу еще салфеточки. Приготовила салфеточку себе. Так же разложу в таком вот состоянии, в горизонтальном положении, чтобы высыхали. А сейчас покрашу колором в теплую водичку. Вот немножко здесь, может, стакан хоть это. Так, я добавила чайную ложечку соли и чайную ложечку уксуса. Сейчас десертную ложку вот этого колора разведу, чтобы удобнее было разводить. Я разведу в маленькой посуде, чтобы лучше распарить. И тогда вылью, чтобы не было комочков. Так же вата сложена, как и в прошлый раз. Немножко подожду пару минут, пускай она полежит. Пускай прокрасится. Ставлю на минуточек 10 примерно. Также опущу пару салфеточек, покрашу. Салфетки будут более светлые. Вата берет как-то больше пигмент, а салфеточки меньше берут. Салфетки всегда светлее получаются. Ну вот, прошло время. И буду отживать. Так же разложу, распрямлю в горизонтальном положении и буду сушить. Смотрим, какие салфеточки получились. Они получаются, конечно, светлее, но все равно цвет красивый. И, конечно, все равно цвет comedy. И, конечно, я не знаю, ширину цветы. Расслужиная температура. Продолжение следует...